утром ты подходишь к машине смотришь что надо залить не замерзайку баха здесь капот не открывается судя по количеству просмотров видео про тросик капота ситуация это была у многих и будет наверно у многих я здесь уже немножко разобрал вот это кронштейн который крепит тросик вот видно что остатки от тросика остались в нем бежать покупать я не рекомендую потому что сам так сделал знаю о чем говорю здесь вот эта часть снята сейчас покажу как она крепится как сломать показывать не буду потому что и сломал не получилось у меня снять нормально причин может быть на самом деле два либо вот тросик как у меня либо сорвано 10 кронштейн если кронштейн сорван то можно просто попробовать из-под капота выцепить вот этот тросика потянуть за него но так выдергивается в принципе если залезть под капот и умудриться просунуть руку дернуть за тросик он откроет капот если сломан вот этот кронштейн конечно его надо будет закрепить тросик вот он составной вот этот кронштейн как раз является связующим звеном между передней частью троса и частью которая открывает непосредственно замки чаще всего ломается вот как я уже сказал вот здесь вот крепление этого кронштейна либо рвется как у меня тросик тросик порвался имеет он вот такой вид то есть он вытаскивается под из-под капота внутрь салона вот этот грибок не дает его выдернуть под капот поэтому соединяем здесь аккуратно чтобы кронштейн не сломать и выдергиваем его туда внутрь его можно легко самому отремонтировать поэтому заказывать его я не советую сейчас покажу что будет если вы просто закажете но сначала вот это вот пластмасска сама ручка откручивается отверткой пластмасска имеет вот такие крепления 1 2 и вот эти язычки для клипс здесь еще есть поворотный гвоздик его надо повернуть в первую очередь соответственно здесь кнопка открывание багажника тоже есть она легко отсоединяется по заказу я выбрал вот такой тросик старк точных параметров троса я не знал поэтому как доверился что он в аналогах лежит пришел он с хорошим кронштейном все ништяк но длина не то совершенно я решил отремонтировать старый трос на самом деле вот старый трос внутренности а вот этот трос который сейчас здесь уже это отремонтированный в любом магазине велозапчастей продаются трассы метражом достаточно отмерить и взять запасом для себя на одном конце будет у велотроса вот такая вот штучка она подходит под кронштейн который открывает из салона ее придется чуть-чуть доработать напильником это не страшно там либо олова либо свинец все легко делается так на другом конце ничего не будет потому что велотросы зажимаются болтиком поэтому придется наплавить наплавляется очень легко обычным вот паяльником такой паяльник у любого мужика есть наверно потом впоследствии просто дорабатывается напильником под кронштейн вот в принципе как раз этот кронштейн с нового троса мне служил образцом трос само собой смазывается и ставится обратно на место вся работа заняла ну полчаса максимум поэтому покупать новый трос если порвался старый вот так как у меня я не советую это лишние деньги и возможно время на ветер для тех кто захочет все-таки заказать новый тросик скажу что замеренные мной размеры такие что оболочка 102 сантиметра сам тросик 110 сантиметров примерно потому что нужно наращены может там плюс минус сантиметр и соответственно есть вот такая штучка никаких загибов и прочей фигни здесь на трассу нету поэтому тот вариант который есть загибом наверно тоже не подойдет